Всем привет, с вами Дошик, и в этом видео я бы хотела более подробно рассказать вам об одном из самых знаменитых способов получения ZemZipeta, абсолютно бесплатном, который работает всегда, и этот способ это Jump Master. Многие говорят, что у них совсем не получается его проходить, они только тратят время своё, не понимая, что, куда и как. Но есть некоторые фишки, которые надо знать, чтобы уметь проходить уровни, чтобы ты смог пройти уровни, и этими фишками я решила поделиться с вами в этом видео, поэтому поехали. А донат по самым низким ценам вы можете приобрести у сервиса Varkashop, который является спонсором данного видео. Цены на донат вы сможете найти в телеграм-канале Varkashop. В описании канала вы найдёте, к кому обращаться, чтобы получить ZemZipeta, коины или же премиум Zipeta и других играх. Также вы можете задонатить Varkashop через их аккаунт Zipeta, где очень часто проходят бесплатные конкурсы на ZemZipeta. Я сама лично проверяла этот сервис и могу с уверенностью порекомендовать его вам, поэтому переходите по ссылке в описании на канал Varkashop и их аккаунт Zipeta, чтобы купить и не переплатить за валюту Zipeta. Так как это видео более разговорное, то на заднем фоне вы можете увидеть, как я просто прохожу Jump Master. И да, заранее хочу сказать, что я не какой-то профессионал, который проходит всю карту за 2 секунды, нет, но я примерно понимаю, как это делается, и да, поэтому давайте перейдём к основной части. Ну и давайте я вам сначала расскажу о времени, когда вы можете получить ZemZipeta в Jump Master. Это не всегда. Вы видите, пока я играю в левом верхнем углу, циферку 0 и дробь 300. Каждый час эта цифра обновляется, она может быть как 300, 800, каждый час это разная цифра. И это то количество Zem, которые вы можете получить в этом часу. Но вы, ясное дело, не получите все, потому что эти ZemZipeta, они распределяются по всем игрокам, которые пройдут карту. Вероятность того, что вы получите эти ZemZipeta не стопроцентная, даже если вы там прошли карту самыми первыми, но она есть. И если вы проходите карту, когда тут цифра 0, то вы ничего не получите вообще никогда. Однако, я вам рекомендую, моя личная рекомендация, это играть, начинать играть примерно в 50 минут. Даже нет, не в 50, а в минут 52, какого-то часа, вы начинаете проходить карту, и вы все успеете. Почему? Потому что у вас будет целых 8 минут, как минимум. И если у вас еще после этих 8 минут останется время, вы просто можете стоять. Вот там вот на финале вы можете стоять и спокойно ждать времени, когда эта цифра обновится, и тогда только вы поедете на этой радужной штучке наверх ко всем победителям. Еще один пункт, который я хотела бы выделить, это уровень прыжка. О нем знают далеко не все, я сама даже не помню, как о нем узнала, просто тыкала на кнопки у ZemZipeta и дотыкалась. Оказалось, что без этого уровня прыжка я не смогу пройти некоторые уровни, потому что серьезно я тратила столько времени на прохождение уровней, и просто не думала, что это невозможно, но оказывается, что все решает уровень прыжка. Чем он у вас выше, тем лучше, однако нет, не так. Слишком большой уровень прыжка это тоже не очень хорошо. У меня седьмой уровень, он позволяет мне перепрыгивать, там, некоторые блоки неудобные для меня, и еще многое-многое. Вот. Но, не знаю, я не буду больше прокачивать мой уровень прыжка, и снова мне более чем достаточно. И как же его посмотреть, вы видите в правом верхнем углу такой значок-крылышко, там у вас будет вот такая вот иконочка, нажимаете на нее, прокачиваете, и не забудьте, не забудьте надеть этот шарик. Вот и все. Вы его видите, кстати, сейчас на мне на голове, без него реально никак, там, возможно, первые два стейджа вы пройдете, третий, там иногда такие бывают, что, серьезно, никак без этого. Кстати, забыла сказать, что с каждым уровнем высота вашего прыжка увеличивается на 5%. Сейчас мне, ясное дело, 35%, раз мне уже седьмой уровень, но вот. А теперь предлагаю разобраться с вами во всех улучшениях, которые вы можете купить во время игры в Jump Master в карте. Итак, всего у нас есть 7 улучшений, 2 из них мы покупаем за земы, остальные 5 за Jump Coins. Что же нам дают эти улучшения? И первые, первое улучшение за 3 зема позволяет нам останавливаться бесплатно во всех Save Points, которые есть тут. Абсолютно бесплатно в течение всей игры. Думаю, это очень неплохое улучшение, но, блин, не знаю, мне кажется, оно такое достаточно странное, потому что вряд ли кто-то будет тратить 3 зема на какое-то улучшение для всего одной игры. Но, anyways, оно есть. Следующее это улучшение за 5 уже зем, которое тоже кажется глупым по той причине, что есть аналог за всего 200 Jump Coins. Но у них есть небольшое различие. Эта штука, инвенсибилити или невидимость, она позволяет нам проходить через вот эти вот белые шокеры, или как это назвать, белые шокеры и шипы абсолютно без каких-либо повреждений, как будто мы невидимы. Невидимо. Очень-очень хорошее улучшение, особенно за 200 Jump Coins. Я вижу, что его очень часто покупают. Я сама его очень часто покупаю, потому что иногда оно вам очень сильно нужно. Но, поэтому не вижу смысла тратить 5 зем, когда вы можете потратить всего 200 Jump Coins и то. Ну, как бы, да, это на 120 секунд, а за 5 земов на абсолютно всю игру. Но, вы уверены, что вам потребуется эта всю игру? Ну, то есть, на первой карте, скорее всего, вам это не потребуется, на второй тоже можно без этого пройти, третью тоже иногда можно, а иногда надо, действительно. Но за 2 минуты до конца истечения времени, которое вы видите сверху по середине, вам дается бесплатная вот эта вот невидимость, и вы можете все быстренько пройти. Следующее, это у нас улучшение нашего прыжка на 20%. Честно говоря, я не люблю это улучшение, оно стоит 100 Jump Coins, не так уж и много. Но оно лично мне неудобно и даже мешает, потому что иногда вы не можете что-то перепрыгнуть, из-за того, что над вами что-то находится, и вы прыгаете слишком высоко, и, в общем, не всегда это очень хорошо. Возможно, если у вас какой-то нулевой уровень, именно того, что я сказала ранее, уровень прыжка нулевой, то вам действительно это будет удобно, но так как у меня уровень прыжка уже плюс 35% к тому, что надо, еще плюс 20% дают мне плюс 55%, а это, ну, too much. Вот. Следующее, это у нас ускорение. Оно также не всегда удобно, иногда вы можете, если вы, например, без невидимости, у вас только ускорение, вы можете слишком сильно разогнаться, не рассчитаться и врезаться в какой-нибудь шип, или же вот в этот шокер белый, да. Далее у нас идет штучка за 50 джемпкоинов, это самое дешевое улучшение тут. Что оно нам дает? Мы падаем с более медленной скоростью. Честно говоря, я абсолютно не понимаю это улучшение, не знаю, зачем оно нужно, оно мне ни разу не пригодалось, но я также вижу, что его покупают, поэтому, возможно, оно надо. Последнее улучшение, улучшение за 200 джемпкоинов, что же оно нам дает? Когда мы проходим какие-то стейджи, нам дается определенное количество джемпкоинов. Но, если у нас куплена вот эта вот штучка за 200 джемпкоинов, то это все у нас удваивается. Я была гением, поэтому думала, что... Ну, смотрите, тут на иконке у нас есть зэм удвоенный. Я думала, что если я куплю эту штучку и получу зэм, у меня он удвоится, и каждый раз ровно перед тем, как ехать наверх, да, чтобы, как бы, получать мои точно 100 джемпкоинов, но раз не удваиваются, то это уже 200, и, соответственно, я не ухожу в минус, буквально в ноль. И, возможно, я смогу получить зэм, и он удвоится, что будет очень-очень неплохо. Но оказалось, что меня обдурила иконка. Я получила один зэм и 200 джемпкоинов, буквально ноль, потому что я их только что потратила на это улучшение. Доверяйте иконкам, серьезно, не доверяйте иконкам. Меня обдурили. Не дайте обдурить вас. И это все улучшения, которые есть в зебетам. И осталось перейти, наверное, к самой интересной части, которую, возможно, многие не слышали. Она позволяет вам получить зэм, даже если времени нет. И да, давайте досмотрим, как я пройду этот стейдж. И сразу же после этого я вам расскажу про секретный уровень в джамп-мастере. Итак, что же у меня тут? Это секретные кадры. Да, абсолютно полностью секретные. Вы их нигде не найдете. В моей кадре, как я, попала на секретный уровень. На самом деле, я часто на них бывала. И вот решила заснять однажды мое прохождение такого уровня, чтобы показать вам. Но, в принципе, как вы видите, это просто очень-очень легкий уровень относительно остальных. Это буквально как первый стейдж, но в секретных уровнях у нас как раз есть только один стейдж и все. Он очень легкий. Ну, серьезно, вот вы видите это? Это супер легко. Вот вы представьте, если бы там последние стейджи в обычном. Джамп-мастере были такие. Да, особенность этого уровня это вот такой вот сундучок. Что вам может в нем выпасть? Вам могут выпасть... Джамп-коины. Как мне выпали сейчас. Вам могут выпасть... Скины для вашего персонажа. Как видите, я когда прыгаю, у меня вот такой вот квадратик под ногами. Его я как раз получила тут, в этом сундучке. Либо же вам может выпасть... Зэм. Думаю, это лучший вариант из всех. Самый полезный. И да, эти уровни достаточно часто встречаются в последнее время. Типа раньше их не было. Вообще не было. И надеюсь, когда у вас он был, вы не пропустили ваш сундучок и забрали все награды. А на этом видео уже заканчивается. Да, я получила на этом уровне один зэм. Ура! Было приятно провести с вами это время. И надеюсь, вы подпишитесь на мои соцсети, которые есть в описании под видео. Это мой телеграм-канал, мой аккаунт в лайке. Ну и, конечно же, мой аккаунт в зипето. Будет приятно увидеть вас тут. А на этом все. Огромное-огромное спасибо за просмотр. Всем пока!